привет друзья с вами репетитор дмитрий в этом маленьком видео я надеюсь она таким получится хочу напомнить вам одну очень важную вещь когда вы пишете с на любом тесте английского просто в последнее время дуолингу заполонил буквально весь мир ну и слава богу он классный он интересный не повторим не похожи но это относится к любому тесту к вашему письму и спикингу после многие ребята наверно большинство ребят они как-то откладывает этот продакшен то есть свою писанину спиканину на последние это что день на последнюю полочку своего внимания я вижу это постоянно и как следствие у большинства из них результат по за письмо вот это баллы или за спикинг ниже намного соответственно почему бы нам с вами не попытаться это немножко как-то гармонизировать свои баллы и вот одна из ошибок таких не то что ошибок упущение и зачетов по которым мы почти все теряете балл это банально давайте назовем ответ не на все под вопросы я это каждый день уже настолько но уже даже с учениками с которым бывает у нас там 10 уроков было да я дал доню каждый раз деликатно конечно вот это царь дал дон гвидон не доходит бесполезно почему она так это есть определенный психологический конечно нас мы можем углубиться в учении но суть такова что ребята от волнения забывают ответить на под вопросы а под вопросы особенно дуалинга он может натыкать тут вам ну например смотрите я открыл тут просто случайно открыл вайдем тут вайдем интервью у этой ванте галки стали индуард вот мигда сирия кончей агент поистой стали и не руби не он был не руби не воткнуть сюда они как по идиотски но вайдем античей дюймит андер я вам гарантию почти абсолютно большинство даже с высоким уровнем и так далее они напишут в ремонту лаван то стать голодит у диме и кого-то на примеру да вот уголопогось потом в этом из же good place почему хорошо напишут айдов и пикос мимиме и там даже родят липовый экземплик что там было ли было там три года назад и мне так местные жирафы понравились хорошо но вот этот вот третий почему-то уже на третий подпункт у большинства кандидатов не хватает внимание что ли это все от волнения ну а также надо учителя слушать воды ванте че и в тюрьме там где чего вы хотите достичь пока вы там находитесь ну подразумевается учитесь чего вы хотите достичь почему-то об этом на лицу не напишут сто процентов то есть будут описывать пальмы профессоров университете я значение там еще вкусное кофе в кафе чего вы хотите достичь чего хочу там достичь например там степени магистра я хочу вот у меня такая мечта я хочу стать магистром там айти вот а потом доктором наук этом я хочу именно в этом стране в этом городе в этом антона на риму стать доктором наук потому что я хочу там потом жить, пожевать и добра наживать. В случае с дуалингу у вас время уже закончится, больше вы особо и не понаписывайте. В случае с Айлдсом, то, конечно, там можно излиться на бумагу конкретно. Давайте еще один возьмем. Я не знаю, будет сейчас тут дополнительный под вопросик или не будет, Бог не знает. Нет, тут нет. Вот quality is the belief, make someone deserving of a trust. Please give reasons for an answer. Единственное, тоже, понимаете, все настолько скользко и хитро. Смотрите, какие качества вы думаете делают кого-то достойным вашего доверия. Ну, понятно, какие качества. Хорошо, все понятно. Дайте причины. Тоже так оно написано, оно безграмотно формулирует эти вопросы в дуалингу. Причины чего? Причины того, что эти качества делают этого человека, да? То есть, получается, ваши психологические причины, да? Почему? Или потому, что вообще эти причины, они в мире делают. В общем, я так подозреваю, дуалингу фиолетово на это, на такие нюансы. Ему главное, чтобы вы писали определенным образом, как пишет молодой, энергичный языконоситель. Такого, среднего образования, нормальный, не безграмотный, какой-то дикий ковбой, ну, и не обязательно профессор лингвистики. Так что, даже здесь, ребята, могут ошибочки сделать, они так, квалатиста, напишут. Но, от счастья, что не поняли вопрос, а reasons, почему они не напишут? И опять потеряют балл. Каждые 5-10 баллов, которые вы теряете, да, ну, чего их терять, они в результате, иногда не дают вам достичь своей мечты. Ну, давайте еще. Может, тот, что-то будет. Что-то вряд ли. Which day believe is more important the group, individual, explain why I feel that way. Ну, здесь нормально, конкретно, чтобы важнее, группа или индивидуал. Объясните, почему вы так думаете, да, ну, тут, слава богу, там, давайте еще, ну, что такое, как, когда надо, так, не самое. Компитин, коллаборей, explain why I feel that тоже самое, тут нету. Ладно. Я вам показал, первый попробуй, что-то, да? Он, слово богу, такой. Вот блин. Павлин, мавлин. What does the concept of home mean to you besides just the place where you provide your explanation? Раз мы вот это открыли, буквально минуточку до может кому-то из вас пригодится осознание вопроса, это уже половина успеха. У вас будет 20, сколько-то 25 секунд, чтобы посмотреть, подумать, не писать. Потом, когда время тикает, вы еще можете спокойно 10-15 минут посидеть, подумать, а потом быстро начать писать. Старайтесь не начинать им, как писать, когда вы вообще не знаете, чего будете писать. Оно такой бред и будет у вас тут. Поток сознания, только поток воспаленного разума, не структурировано такого, знаете, под ганжубасом. И два предложения, 40 слов, и на массивный балл. Вот что концепция дома значит для вас. О, кроме места, в котором, где вы живете. Дайте объяснение. Ну вот, этот вопрос может поставить в тупик. Что значит, я живу, но живу мне там классно, а что еще он может значить? Да и человека заглючило, и он сидит, и одно предложение пишет три минуты. Не думаем так глубоко, не надо. 20 секунд, вот эти еще плюс 15, допустим, себе даем 35-40 секунд на то, чтобы подумать, какие 2-3 абзацевтика я здесь делаю. Такой скелетик. Ну вот эти мысли, именно что означает дом, надо родить, как говорится, надо, надо потренироваться самому или с репетитором. Это никто за вас не сделает. Иначе будете сидеть, вот так как я сейчас, а вот этот амер тикает, 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 и вы понимаете, что все приехали. И потом вам потом гордо поставят за дуэлингу, например, продакшн 80. А вы достойны 105, например, а вам ставят 80. Потому что вы здесь, у вас, видите ли, схватил паралич. Нельзя никаких тут параличей. Всегда можно что-то набрыхать. Это я вам говорю, как репетитор с 25-летним. Это больше, опытом работы. Всегда можно что-то написать. Мыслим, как подросток 11-12 лет. Не надо никакой тут Эммануила Вкантовна. Итак, что мы можем тут ляпнуть? Смотрите, кроме места, первое, это моя как бы защищенная гавань, крепость. Ну, я чувствую себя там безопасно. Есть можно такое? Можно. То есть, я же могу жить и на вершине горы, скалы, где меня там орлы кусают, там безопасно? Нет. А тут у меня гавань, пристань, бухта, хейвен, ну и так далее. Это первый аспект. Почему? Помним вот это вот, не забываем. Почему? Ну, я считаю, что это для меня важно, потому что, если человеку нет чувства безопасности, то жизнь превращается нам в мучение. Второй аспект. Это место моего развития. Я дома делаю зарядку, я учу программирование, я учу йогу, я еще что-то вот. То есть, а где еще смогу это делать, как кроме не дома? Что на улице, на лавочке? Ну да, но это неудобно, вот, йогировать на лавочке. А дома это место моего развития. Или, например, я люблю деревяшки пилить, или с папой чинить машину. Вот. Почему для меня это важно? Потому что я мужчина, например, ну это с мужской точки зрения, потому что я мужчина, я хочу развиваться не только в английском, например, и не только в своем MBA. Я хочу еще развиваться в тех сферах, которые мне интересны. В гайках, шурупах, в микросхемах, колесах, в двигателях, и так далее. Вот эти две уже вам хватит, чтобы все нужно. Пишите крутейшие эссе. Можно и третье, могу еще третье тут придумать. Я знаю, так, что еще? Место духовного единения со своей семьей. С моими мамой, папой, или там, братом, сестрой, супругой, неважно. Где, какое еще место, может это так мне дать? Никакое, только дома. Мы собираемся, пьем чай, в лучшем случае, вот, и смотрим футбол с громкими выкриками. Это нас так душевно-духовно объединяет, что у меня аж мурашки, это самое, аж волосы дыбом встают от кайфа. Ну вот, друзья, видите, на любой вопрос можно найти это самое. Конечно, я хотел сделать это видео покороче, но, по моей привычке, получилось, но ничего. Имеющие ушки, да, услышат. Помните, стараемся отвечать на все это. Если вы недоответите на какой-то хвостик, микрохвостик, вам снизится балл, потому что вы недоответили на вопрос. Подумайте сами, если вы были проверяющим или программировали алгоритм, ну, естественно, вы бы тоже так сделали. Иначе, ну, что это такое? Мы его спрашиваем, тут пять подвопросов, он пишет с трудом на один. То, зачем, мы для чего стараемся? Помните об этом. Насколько оно критично, насколько отнимаются баллы из-за этой я не знаю, это невозможно. Как алгоритм там пообедать, как говорится, мы не знаем, но, по крайней мере, Вайлдс это то же самое. В Тойфу Принце, по красивому письму, они те же самые в мире. Плюс-минус где-то там колебания какие-то плюс-минус, скажем так, как 1,4 балла по Айлдс, в зависимости от теста, что если вы пишете таким стилем, как для Айлдса, может быть на дуэлингу, это может быть вам там будет микро ниже чуть-чуть, может быть, а может нет, а может выше. Но общий это принцип, он один и тот же. Если вы можете красиво писать, вам будет высокий балл на любом тесте. Плюс-минус там микроны какие-то. Окей, друзья, нужна помощь, обращайтесь ко мне. Я как репетита регулярно помогаю ребятам. У меня даже, что она даже? Нет, это не то. Ладно. Вот тут я частично. Я регулярно помогаю ребятам подготовиться к тестам за граничные сроки. Две недели, три недели в месяц. Бывают полтора. Очень редко мы готовимся три. Очень редко, потому что времени нет, ребят. А бывает и за неделю мы вычудиваем чудеса. Вот мои видеокурсы по подготовке к дуэлингу. Они реально работают. Аналога в мире нету, просто нету. На русском, на украинском языке, да даже на английском таких нету. Поэтому пробуем. Все ссылочки в описании есть. Если нужен VPN, пользуемся великим и могучим своим там VPN-ом и смотрим. Окей, я вас люблю. Встретимся в наших следующих урочках.